Итак, всем привет, с вами Добрый. Начинаем играть за Нидерланды. Решила поиграть за средненькую страну, не сильно большую, не сильно маленькую. У Нидерланд хорошая грамотность, но не сильно большая экономика на самом деле. Очень большая часть ее экономики находится просто в Бельгии, которая восстала. И когда больше, я говорю реально больше. Тут, смотрите, тут уже есть и оружие, и множество полезных заводиков, инструменты, железо, уголь, то есть все ресурсы, что нам нужны, уже есть здесь, в Бельгии. Соответственно, нам они нужны как можно раньше, поэтому мы идем сразу следовать генеральный штаб, капсюль следующим, то есть будем рашить военные техи. Подстроим мы себе немного строительных секторов, затем я уже начал колонии вот эти все, нужны они нам в первую очередь ради портов, и затем мы там еще рудники подстроим, потому что много где есть возможность построить рудники. У нас в, собственно говоря, Нидерландах, Голландии нету железных рудников, к сожалению, поэтому это скорее необходимость. Тем временем, мы тут будем подзакупать какие-то ресурсы со внешнего рынка, допустим, вот железо из Австрии, из Сцени, и инструменты, по-моему, тоже из Сцени, да. В общем-то, примерно так вот у нас выглядит сейчас бюджет, можно даже еще закинуть сюда роскошную надежду, принимаем уже свободную конкуренцию. Как вы можете заметить, здесь есть различные моды, а полностью вся эта сборка, коллекция есть в описании, и интерфейс, и интеллект иишек, иишки будут намного лучше развиваться, и переработанные бои. Все это, ребята, в описании, там вы можете найти каждый из этих модов. Подробнее про каждое я говорить уже не буду, это будет слишком долго. В любом случае, поехали. И нам пора кнулась в первого раза, свободная конкуренция, кайф. Это несколько должно увеличить наш инвестиционный пул, и поможет нам подзастроиться. Я вижу, что у нас, хоть и говоря, очень жесткий минус. Да, все-таки мы такое количество строительных секторов позволить и не можем. Давайте сократим вот таким вот образом их. Вот это уже что-то более-менее реальное. В те времена нам можно, кстати говоря, нужно было сразу это сделать, но немножко с возданием, тем не менее. Казармы привести не пирую, и все равно нам потом нужно будет менять их на новый уровень. А сейчас лучше поэкономить деньги. И, кстати говоря, что у нас распространяется? Плохая теха распространяется. Нам нужно все-таки сначала капсуле исследовать, потому что настрички требуют боеприпасы. А без капсуле боеприпасов не будет. Так что давайте сначала их, потом штаб, и затем будем готовиться воевать пельки. И, кстати говоря, почему-то Франция с Британией начала воевать. Ну, пускай. Я только рад. Потому что великие же ослабляют друг друга. Так, исследуем мы здесь вот технологии уже, наконец-таки, да. Раз и два. Под скидочками. И дальше, наверное, мы возьмемся полевой... Хотя нет, наверное, полевые даже нам не нужны, но мы либо пропьемся, либо нет. Давайте я пойдем побыстрее в железной дороге. И вместе с этим начнем строить себе завод боеприпасов. И это как раз пора нам повысить немножко налоги. В принципе, мы в нормальном кредите, да. Что это за ивент? Отношение с Руссией, либо... Ну, давайте, да. Почему нет? Нам, если говоря, таким образом можно было... Нет, не можно было. Осторожно, они надо бояться. Жуть. Астры может поддержать, но... Во-первых, у них лот не особо больше нашего, так что они не высадятся. Во-вторых, я не думаю, что они реально поддержат, но на всяком случае давайте улучшим отношения. А здесь... Да, нормально все должно быть. Как это строится? Наш завод боеприпасов. Я вроде не импортировал. Забавно, откуда он появился. Видимо, к нам экспортируют. Пау. Кстати говоря, давайте посмотрим, что мы еще можем импортировать мебель. Это будет достаточно прибыльно. Давайте так и сделаем издание. Нормально. Так вот. И будем сейчас начинать воин действовать уже с... Бельгии? Только, наверное, стоит перед этим хотя бы еще десяточку построить казарм. Потому что, да, там 10 батальонов, но там еще 67 может мобилизоваться. Да, как бы. Так что они будут мобилизоваться какое-то время, но... Скорее всего, не успеют. Мобилизоваться достаточно, чтобы защититься. Так что давайте-ка лучше... Пускай у нас будет какое-то присутствие в парме. Можно даже не десяточку, а двадцаточку. Наверное, так наверняка будет. Ну и вообще мы, в принципе, готовы. Так что давайте-ка начинать. И вот оно. Момент истины, как бы, да. Мы еще достроим здесь часть своей нашей армии. Но в целом, как бы, это уже все, что у нас будет. 31-38 максимум. Всех отправляем в атаку. У нас, на самом деле, перки очень-очень хорошие у генерала. Это нам должно сыграть в плюс. Что у нас по статам? Они уже успели перевооружиться полностью так, что статы хорошие. Если сравнить с вражескими, да. Они тоже перевооружились. Вау. Окей, ситуация опасная. Значит, нам нужно раздавить их до того, как они успеют мобилизоваться. А мы приняли протекс-1. Прекрасно. Это даст нам возможность поставить... Вот. Кажется говоря, наверное, сразу, да, сам поставится? Да. Частная собственность. Отлично. Так вот, на момент истины уже никто не присоединится. Поставил я две цели в возвращении обоих территорий. И у нас... У нас... А, я понял, в чем дело. Вот так вот надо сделать. Вся армия. Да. Вся. Да, теперь станет получше. Ну, будем сейчас пытаться пробиться. Ну, и все решит, как быстро мы пробьемся. Потому что в целом у нас статы хорошие. Да, отлично. 124 против 100. Отлично. Кликсингу захватили, но... Да, они потеряли часть войск в первых битвах. И вторую тоже проиграют. Отлично. Если как я взял принятие цензуры, только ради того, чтобы получить плюс отношения с вооруженными силами. И это сыграло свою роль. Однозначно. Все. Осталось последнее провинцию отпить. И там, мы в этой войне победили. Супер. Возвращаем наши войска вот так. Более того, наверное, нам стоит часть войск убрать. Потому что у нас на это нет денег. Зарплаты снизить. И снова в плюсе. Теперь возвращаем наши деньги в, так сказать, баланс. Надо избавиться от процентов. И вот оно. Буландрия и Волония снова наши. Здесь, конечно, есть беспорядки сейчас какие-то. Да, опустошения, но это все пройдет. Вот самое главное, что мы вернули нашу промышленность обратно нам. А ну и я вижу, что они не включены. Поэтому, конечно же, мы их включим сейчас. Остались также строительные сектора. Но нам нельзя их сломать. Потому что у нас здесь вот осталась вот эта вот типа революция. В скобочках надо было просто законы поперенажимать. Да. Как она закончится? Снесем их. Потому что они... Их слишком много. Исследовали мы техку на плюс деньги. И теперь пора исследовать нам железные дороги. И начать застраивать наши прекрасные, теперь уже единые Нидерланды. И теперь мы видим с очень высокими налогами. Потому что нужно этот кредит выплатить, да? Подстраиваем серу, свинец. Получаем новые ресурсы. И с ними... То есть это я уже переставил стекло. Переставил... Что тут еще переставлял? Какие-то другие методы на инструменты. Серый добавил. Это я добавил в... В бумагу. Вот сюда. То есть... Ну, потихоньку апгрейдимся. ВВП, конечно, у нас пока что растить слишком сильно не будет. Нам нужно получить деньги. Но у нас уже инвестиционный фонд 5000. Что, конечно же, приятно. Там все время французы рубятся с Пруссии. Вопрос за что? За Германское лидерство идет война. И, видимо, Пруссия его проиграет. Это игра там, где будет огромная Астрия. Мне страшно. Особенно учитывая наши с ней отношения, да? Стабилировался наш рынок уже немного. Надо еще, конечно, железо. Мы его добавим. И после этого мы уже можем развивать... Начать то, что мы хотим. Кроме того, я бы уже... Даже, возможно, сделал бы вот так. И этой армией начал бы полонизировать какие-нибудь территории. К примеру, можно начать с Африки. Вполне себе. Плюс можно куда-нибудь, на самом деле, вот и сюда тоже начать протекать. Потихоньку здесь что-нибудь захватывать. Инвестиционный фонд уже 10000. Это очень уверенные деньги. Можно даже построить теперь, я бы сказал, строительных секторов. Немножечку, да? Три, даже не знаю, потащим ли. Ну, допустим, попробуем. Подстроим потом лес. И подстроим сюда мебельные фабрики и одежду. А вот когда в HD, как раз к моменту, когда мы начнем... Вот мы уже и начали превышать нашу инфраструктуру. И после этого надо будет уже начинать нормально застраиваться углем. Потому что у нас есть новые методы, которые мы пока применить не можем без угля. Да? Вот эти вот. Будет у нас побольше угля, тогда, как бы, можно будет его переставить и начать производить просто всех ресурсов намного больше. Но еще, знаете, что самое главное? Надо сейчас достроить универы. Нам нужно в пределы инноваций выйти. Следовательно, мы ищем, где у нас универы самые большие. В Голландии. Но там нет населения. Поэтому давайте во Фландрии. И выводим их. Ну, вот где-то вот так, наверное, да? И начинаем потихонечку застраивать. Ну, как потихонечку? Построимся в лимит, а потом продолжим строить промышленность. И, конечно же, не забываем ставить дорожные службы, чтобы побыстрее застраиваться. Нужно понимать, что этот минус создаст минус бумаги. Давайте посмотрим, что за бумага. Бумага у нас, ну, с неплохой плюс бумаги. Построим мы двадцатку, да? Сразу оценим, сколько у нас бумаги добавится. Не так много, так что буквально несколько фабрик надо будет добавить. Единственное, я видел, что у нас железо просто в диком минусе, да? Поэтому давайте-ка достроим сначала еще руднички немного. А затем вернемся к универам. Кстати, как минус? Это относительно. Пока используется инвестиционный фонд, мы в плюсе. Только он заканчивается в минусе. На универах фонд тратить нельзя, поэтому мы и были в минусе. Как бы, да? Так что, в принципе, мы пока балансируем на нуле, и это самое... Самое хорошее место в экономике. А еще, как я и говорил, сейчас попробуем потихоньку протечь еще в Африку из Офиопии. Тут у нас интересы еще всяких Британий, Франции, поэтому там прямо сейчас, наверное, не будем лезть. А вот здесь никакие мажоры им не помогут. Максимум, что-нибудь такое же милорное за них вступится. Мы просто еще их добавим к тому, чтобы съесть вот типа Исака. Вот его тоже съедим. Итак, сейчас можем подкушать здесь. Попробовать протечь вот сюда. Вот здесь подкушать. Здесь, возможно, мы сможем протечь, съесть. В общем-то, забираем свою часть в Африке. Франция предлагает торговое соглашение. И слушайте, в этом есть свои плюсы. Да, мы не будем получать с пошлин в теории. Но, во-первых, мы будем улучшать отношения. А это очень хорошо. Во-вторых, мы на самом деле вполне себе... Да, мы, кстати говоря, можем засоюзить Францию в один момент. Я бы это хотел. И мы вполне можем исправить их ресурсы без пошлина, да? А французский рынок, ну, большой рынок, да? И он будет еще больше расти. Так что давайте пока что согласимся. Видите, мы с ними не торговали, поэтому по пошлинам проблемы нету, но... Но, как бы... Отношения мы точно улучшать будем. Можем пока посмотреть, что мы можем у них покупать. Я здесь нашу высадку была успешной, завоевали мы уже территорию. Сейчас мы высаживаемся в Исак. Тоже их там завоеваем. Так что здесь такого... Ясно, мне все это неинтересно. С Францией мы... Я посмотрел все, что можно и у них импортировать выгодно. И такое неплохое количество товаров заказал. Все без потери бюрократии. Этот тип и должно улучшить мой рынок. Ну, посмотрим, как это будет работать, да? А теория нормальная, на практике непонятно. И на практике мы уже скоро прибьемся к лимиту наших инноваций. Вот территории и завоеваны. Прекрасно. Скорее, мы можем новой колонии поставить. Давайте их обязательно поставим. Да? Потому что колонии всегда полезны. Добавим здесь портов. Не сразу, потому что у нас средствов здесь все равно нету. Нам некуда спешить порты строить. И подумаем насчет того, чтобы здесь вот что-то позавоевать. Да, наверное, нам буквально сразу же и начинать. А тем временем давайте попробуем благотворительной лечебнице подкачать. Это, в принципе, нам на всю игру хватит вот этого бафа. За эту южку опять наступается. Но опять странно, в которой даже со мной не будет наземной какой-то границы фронта. Так что волноваться нам не о чем. И мы просто мобилизуем нашу армию и отправляем сюда. Потом они сразу начнут наступление. Универ мы тоже почти достроили. В лимит вышли. Даже вот этот лишний давайте не будем строить, чтобы лишние деньги не тратить. И уже начинаем сейчас строить нормальную промышленность. И за ней сразу пойдет уголь, который мы будем пускать уже в производство, в улучшение присутствующих методов. А вот и война сразу это закончилась. Мы уже, кстати говоря, вышли в очень уверенный плюс. Инвестиционный фонд у нас очень уверенно вырос. Отлично. И просто продолжаем закрашивать дальше Фиопию. И тут вступаются наконец-то яишки, которые могут как-то... С которыми я могу фронт иметь. Кафа и вот Гаджем. Гаджем, да. То есть мы завоеваем вот эту территорию и вот эти две. Завоевание Фиопии идет пока что хорошо. Но вообще, я думаю, сколько здесь уже? 15 минут у нас. Можно эту серию подзакончить. Мы достаточно успешно справились с нашими первыми шагами. БВП из 4 миллионов превратили в 18. Мы выстроились в лимит исследований. И уже наш инвестиционный фонд очень прочно растет. Также мы, я думаю, вполне себе сможем заключиться из Франции в один момент. Когда наша армия подрастет, наш ВВП подрастет. Да, мы станем чуть-чуть поприлекательнее как союзник. И дальше даже не знаю. Может быть мы в один момент что-нибудь здесь попробуем завоевывать. Но скорее всего основная часть наших всех завоеваний будет в Африке, в Индонезии. Хотя здесь тоже не исключено. И Южная Америка не исключена. А с вами, ребята, был Тукей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.